Каковы причины круглогодичного или персистирующего аллергического ринита? Основной компонент это клещи домашней пыли, которые являются основным аллергеном, продуцирующим аллерген, которые основным провокатором являются круглогодичного аллергического ринита и, собственно говоря, задают симултон. На втором месте можно поставить, я из своей практики быстро, и то, что по литературе, и из своей практики, это все-таки плесень, домашняя плесень, которая живет везде, которая живет у нас, там же где обитают клещи, под плинтусами, за шкафами, часто густо на приеме приходится сталкиваться, спрашиваешь, где вы живете, в каком жилище, частный дом, квартира, квартира, квартира-постройка, новая, старая, там 5-10 лет или еще советские, там тем более хрущевки, ремонт был, не был. Первый этаж, подвал, не подвал, то есть часто у людей бывает плесень в жилищах, плесень может идти по стоякам труб, что тоже играет немаловажную роль. Плесень мне со своими пациентами приходилось находить на задних панелях холодильников, ноу-фрост, по которым стекает вот это конденсат по задней стенке, на двигатель там и так далее, технические подробности, самое главное, там была плесень, плесень находится в стиральной машинке, аллергии нет, все хорошо. Начинает машинка стирать, появляется, начинается чихание, начинается закладывать нос, появляется аллергия. Сверху машинка вытерта, хозяйка за ней следит, ах, блестит, ну, the best. Но открывая, разрезав ее болгаркой напополам, мы найдем, что под кожухом, под металлом, там все за счет холодной воды, конденсата и так далее, там тоже есть плесень. И за счет вибраций вот этих всех плесень начинает выходить в ванные комнаты и так далее, и так далее. Ну, плюс клещи плесени это биологические такие, да, составляющие. Безусловно, вся вот эта синтетика ткани, которыми мы на сегодняшний день пользуемся, синтетические ткани, химические вещества, моющие, красящие, лакокрасочные и так далее, строительные. Много аллергиков, то же самое, провокация, первая провокация, первые приступы, первое проявление аллергии были на фоне ремонта, либо сразу после ремонта. А пока вот эти все панели, шпаклевки, замазки, краски выделяют активно химические вещества, идет перераздражение организма, рецепторов слизистых и формируется состояние для развития аллергии. Ну, если брать уже природные такие, ну, выходить за рамки, да, домашние животные, то же самое, могут играть круглогодичный аллергический ренит, птицы, попугаи, ну, попугаи, птицы домашние в клетках, животные в клетках, не только в клетках, коты, собаки, которые постоянно среди нас находятся, ходят по всем комнатам, по всем помещениям. Птица. Часто густо нет аллергии на самого попугая, да, к примеру, там, перья волнистого попугая, там, помет волнистого попугая, волнистые попугайчики, вот, четко у человека аллергия в этом помещении, в этой комнате при общении с птицей, хотя аллерготесты не показывают. Но если посмотреть его подстил, в котором живет попугай, как бы ни убирали клетку, все равно попугай достаточно грязная птица, в плане, он там разбрасывает корм, он его раструшивает, все равно, метр-полтора вокруг клетки эта пыль присутствует. Там, опять же, клещи, которые питаются остатками пищи, которые питаются пометом, там же, если подстилка сырая, заводится какое-то количество плесени, ну, плюс еще какие-то компоненты за счет измельчения зерна, корма и всего остального. То есть, вот тоже то, что может являть поддерживать круглогодичный аллергический ренит. Ну, наконец, уже внешние факторы, это давайте возьмем загрязнение окружающей среды. Машины, индивидуальные котельные, промышленное производство, индивидуальные котельные, то, что сейчас во многих домах современных, как не современный многострой, так и отдельно торчит труба. В принципе, хорошо, да, здорово, но процент вот этих, то есть, трубы, они невысокие, они не выбрасывают там верхние слои, когда это разносится на десятки километров и не оседает, по крайней мере, здесь. То есть, трубы достаточно короткой высоты, то есть, сразу весь этот конденсат, все это испарение связывается с какими-то тоже химическими веществами, образуют соединения, которые оседают здесь же, или здесь, или в соседнем квартале, и смогут создавать вот эти неприятности. То есть, вот эти экологические аспекты тоже играют серьезную роль, вот суммарно это приводит к тому, что аллергики, аллергики со стажем, у них, допустим, сезонный ринит плавно перекочевывает состояние кругогодичного аллергического ринита. И тут, вот, знаете, чаша весов может колебаться в ту или другую сторону. То есть, стартовал как сезонный аллергик, ну, к примеру, скажем, амброзия, да, избитая, стартовал как аллергик с амброзией, постепенно у него будут нарастать аллергические проявления, постепенно будет развиваться аллергический марш, и вполне может выйти человек на то, что у него будет добавляться количество значимых аллергенов, и он выйдет на состояние постоянного, внесезонного, кругогодичного аллергического ринита. И наоборот, человек с кругогодичным аллергическим ринитом, сенсибилизацией на клещей домашней пыли, постоянная слизистая раздражена, постоянно она находится в возбужденном состоянии, там идут процессы аллергические на ее поверхности, и это может привести к тому, что этот ринит кругогодичный может перекочевать, что в течение года там есть заложенность носа небольшая, есть небольшая аренария, ну насморк, но в принципе все это купируется таблетками, но подходит сезон, и жить вообще становится невыносимо. Сезон проходит, все равно какие-то остаточные явления остаются, там зуд в носу, заложенность носа, все остальное, но терпимо. Потом опять сезон подходит, и опять жить непереносимо. Начинаешь обследовать, у него поле аллергии. Выделяют еще одну форму заболевания, это профессиональный аллергический ринит. Из-за чего он развивается? Ну вы знаете, причины частично я уже упомянул при ответе на вопрос круглогодичный аллергический ринит. Профессиональный аллергический ринит говорит сам за себя, связано с профессией. То есть люди, которые работают с определенным видом каких-то раздражителей, с определенным видом каких-то продуктов, веществ, может постепенно развиваться у них сенсибилизация к данным продуктам и развиваться аллергия. Ну это раньше классическим было, это шерстяные производства, то есть производство, особенно овечьей шерсти, одеяла, овчины, тылупы и так далее, работа с овцами. Работа на птицефабриках, особенно при обработке птицы, при работе с птичьим пухом, когда широко использовались и в подушке и так далее, и в качестве материала для утепления одежды. То есть работа с птичьим пухом. Наконец, на сегодняшний день широко начинает проявляться, как я уже говорил, аллергический ринит на фоне ремонтов. То есть обращаются, есть обращаются маляра, обращаются штукатуры, обращаются уни-специалисты, которые там делают все, то есть ремонт от нуля и под ключ, которые отмечают, что у них приходят на работу и начинаются вот эти все проблемы, и начинаются серьезные там осложнения. На сегодняшний день аллергический ринит достаточно актуально, достаточно серьезно коснулся уже и мастеров маникюра. Девочки, которые сидят, которые работают с ногтями, с лаками, с гелями, там все это дело шлифуют, пилят и так далее. Вся вот эта вот аэрозоли все эти поднимаются в воздух, там неизвестно, как они между собой реагируют, какие в соединения вступают, но девочки этим всем дышат, у них тоже развиваются достаточно тяжелые аллергические реакции, в том числе и аллергический ринит. Но перечислять можно еще много, это лакокрасочное производство, это нефтеперерабатывающее производство, это какие-то там узконаправленные, фенольные и так далее, и так далее, то есть в зависимости от реакции человеческого организма, индивидуальная, кому как написано на роду, скажем так. Кто-то всю жизнь отработал и ничего нормально, а у кого-то может быть и аллергия на данный продукт. Ну, шахтеров я пока с аллергией не встречал на угольную пыль, но я думаю, что если поковырять хорошо в этой аудитории, то, наверное, можно и там найти аллергиков с выраженной аллергией на угольную пыль. Так же, как можно и среди металлургов найти, и прочее, прочее, на цементном производстве, то есть все, с чем мы сталкиваемся, все, что находится в воздухе, может являться аллергеном. Большей части, безусловно, это будут органические соединения провоцировать это все. Но иногда бывает аллергия и на минеральные, и мы знаем, есть аллергия на металлы, и другие минеральные соединения, неорганические. И чем меньше взвесь, чем больше она в дисперсном состоянии находится в воздухе, тем более она аллергенна, проникая глубоко в воздухоносные пути, проникая глубоко в слизистый-подслизистый слой, вызывает вот эти аллергические реакции. Так что спектр достаточно широк. Но четко связано с профессиональной деятельностью. На работу пришел, нас заложило. Все, профессиональный аллергический ренит. На работу пришел офисный работник, банковский, бухгалтерский работник. Стоит много печатных машин в помещении для печатания этого самого. Стоит много компьютеров, и все углы завалены бумагой. Отчеты старые, архивы и все остальное. Если поковырять, начинаешь их проверять, там и библиотечный клещ вылазит, и что только не вылазит. Но дома у человека все стерильно. Дома у человека книг вообще нет, у него стоит компьютер, плазма на стене, и все, дома он бывает, только вечером переодеться, душ принять, спать лечь. На работу приходит, все, нос заложило. Смотрим, библиотечный клещ, аллергия. Но это профессиональный будет ренит. Но будет профессиональный, меняй вид деятельности, меняй офис, меняй повещение. Выносите все, какие-то внутри делай, и возможно будет от этого уменьшить или избавиться. То есть тоже можно отнести к профессиональному рениту. Вот такие вот бывают случаи.